Следует признать, что определенную атеистическую функцию имеют те высказывания Сковороды, в которых развенчивается фантастичность и обман библейских легенд, противоречащих природе вещей и явлений. Сковорода беспощадно высмеивает их тех богословов, которые верят сами и убеждают других в возможности, описанных в Библии чудес, якобы совершенных пророками, Иисусом, Христом и апостолами. При характеристике этих эпизодов Библии Сковорода употребляет такие слова, как ложь, небылицы, буйство, обман, подлог. Философ отмечает, что Библия содействовала распространению суеверия в сознании людей. Такие утверждения, часто независимо от контекста произведения Сковороды, выполняли в целом разоблачительную функцию по отношению к религии Библии. Читателю глубоко поражает связанное с внутренним характером учения Сковороды своеобразие мировосприятия и стиле его произведений. Это делает весьма существенной проблему эстетики Сковороды. Его этика гуманистическая по содержанию учения одновременно и эстетична. Эта эстетичность состоит не только в совпадении у него морально-этических и эстетических категорий, но и в некоторой эстетичности его антологических и гносиологических понятий. Сковорода развивает идею, что только вечное, необходимое, постоянное, все то, что имеет источником невидимую натуру, является истинным источником красоты, а не внешнее, случайное, привносимое в природу. Невидимая натура, а не ее тень, то есть тленный мир в бренности и быстротечности своих проявлений, является источником познания красоты, не противоречащей мудрости и добродетели. Наоборот, увлечение одними внешними проявлениями невидимой натуры, влюбленность в одну только ее тень, неминуемо приводит человека на пагубный путь потери самого себя, рождает в его душе смятение и тревогу. Веря в мудрую основу природы, он считает совершенно закономерным, что человек познает ее путем интеллектуального созерцания. Философ неустанно повторяет мысль о первичности внутренней красоты предметов и явлений, связанной с их сущностью и обманчивостью, призрачности, тленности, внешней привлекательности и прелести. Как и добро, красота есть для него атрибут невидимой натуры, ее целесообразности и совершенства, тогда как внешняя красота конечных вещей – это только призрачная тень, сама по себе не дающая наслаждения. Именно поэтому он склонен признавать прежде всего красоту нерукотворной, девственной природы, с ее ритмами и пропорциями, и отвергать красоту, преобразованной человеком, согласно его мере, природы. В человеческой жизни он также признает прекрасными поступки, соответствующие природным склонствам человека. Смешными философ считает как раз проявление природной несродности, когда человек стремится делать что-то против природных склонностей. Поэтому Сковородан приходит к выводу, что хотя одежда является необходимой для человека, люди зря стремятся приукрасить себя, чтобы дать наслаждение глазам. Достижение добра, благо является основой всех человеческих поступков, и поэтому является действительно полезным для человека и желанным для него, а значит и прекрасным. Польза с красотой и красота с пользой, утверждает он, нераздельны. Сковорода признает настоящей красотой сокровенную красоту. В древние времена называвшуюся словом «декорум», то есть «благолепие», «благоприличность», всю тварь и всякое дело осуществлящее, но никоим человеческим правилам не подлежащее, а единственно от царствия Божьего зависящее. Эта красота органически связана с добротой. Отсюда, утверждает он, возникли высказывания, что доброта живет в одной красоте, что подобное к подобному ведет Бог. Соответствие добру является свидетельством красоты вечного и нетленного, и наоборот, тленная внешняя красота безразлична к добру или враждебна. Основанный на таком понимании прекрасного искусства оценивается по тому же принципу, что и прочее явление. Истинная ценность художественных произведений, по мнению Сковороды, состоит в том же, в чем и ценность жизненных явлений. Опера, книга, песня и жизнь не от долготы, но от благолепия и доброты цену свою получают. И к песне и к жизни он подходит с единым критерием. Этим общим критерием к оценке их достоинства является доброта. Не красна долготою, но красна добротою, как песня, так и жизнь. Искусство состоит не только в наслаждении внешностью, сколько в наслаждении от интеллектуального созерцания истинной добра. Поэтому важным признаком настоящего искусства является чувство любви. Искусство во всех священных инструментах тайных не стоит по лужке без любви. Понимание искусства Сковороды закономерно вытекает из теории сродности. Ничто не требует такой внутренней свободы, как искусство. Ибо несродность убивает художество. Те безминерные служители муз, о которых с презрением говорит философ, и несчастны тем, что пренебрегли собственной природой и свойственными им природными склонностями. Для живописи и для музыки, как и для всякого другого искусства, нужно родиться. Что касается обучения и искусства, то они способны только совершенствовать природные способности. При отсутствии природной склонности никакое обучение не принесет желанных и ожидаемых результатов. Искусство, которое достигается с помощью обучения, состоит не в отрицании природы, а в усовершенствовании природных способностей. Сковорода разделяет известное мнение о том, что искусство совершенствует природу. Искусство является категорией, характеризующей совершенство и законченность любой вещи и любого действия в соответствии с определенными природой и границами. Именно природная склонность побуждает человека к частым упражнениям и к накоплению опыта, являющегося основой знания, привычки и искусства. Без этого, утверждает философ, не было бы ни науки, ни искусства, ни результативной практической деятельности. Поэтому необходимо познать прежде всего не то, что достигается мастерством, а то, что делает возможным само мастерство. Например, ритм и темп в музыке, рисунок, симметрию, пропорции в живописи и тому подобное. На искусной живописи картину, пишет он, смотреть всякому мило. Но в пиктуре и картине один тот охотник, кто любит день и ночь погружать мысли свои в мысли ее, примечая пропорцию, рисуя, подражая натуре. Определяя искусство с точки зрения сродного труда, Сковорода делает вывод, что наслаждение настоящему художнику приносит не слава, а процесс самого труда над произведением, который слаще самой славы. А это значит, что условием наслаждения трудом является соответствие требования природы, и что во всех науках, как и в художествах, плодом является правильная практика, основанная на самопознании природных наклонностей. Главной функцией поэзии для Сковороды остается как раз морально-дидактическая. Слишком низко ставит он функцию развлекательную. Вот почему он скептически высказывается по поводу того, возможно ли чтением стихов избежать скуки. Сковорода пишет, «Какое безумие требовать этого от поэтов, минуя Бога! Если Бог повсюду, если Он присутствует и в этом черепке, при этом я поднял черепок с земли, если он всегда есть, то для чего ты ищешь ограды в других местах, а не в себе самом? Ведь ты являешься самым лучшим из всех творений». Искусство должно служить делу самопознания человека. Если же искусство теряет эту цель и превращается в самоцель, то оно теряет все. Пока египтяне в образе сфинкса, будто бы во множестве зеркал, находили знания о себе, было хорошо, но потомки их отбросили это, и остались одни художества с физическими волшебствами и суеверием. Монумент, напоенный всеполезнейшим для каждого советом, обратился в кумир, уста имущий и неговорящий. А только улицы украшающие, и будто источник в лужу отродился. Искусство всегда символично в том отношении, что между знаком и значением лежит художественный образ. Для Сковороды этот символизм приобретает универсальное значение. Его философия становится в определенном отношении разработкой принципов моралистического толкования образов мира, данного в ощущениях, и мира сотворенного фантазией. Философское мышление Григория Сковороды синтетично во своей основе. Его специфика в значительной мере находится в зависимости не только от содержания идей, развиваемых философом, но и от формы и стиля, избранных им. Его философские произведения представляют интерес не только с точки зрения чистого содержания, но и со стороны формы, в секретах которой немалая часть из секретов самого содержания его философии. Раскрытие этой диалектической связи между определенными идеями и формой, выявляющей их, представляет важное условие для познания философского творчества Сковороды. Форма его сочинений не была случайной. Она органически связана со спецификой идейного содержания, не поддающегося полному познанию без учета этой формы. Характерной особенностью мировосприятия, а значит и творчества Сковороды, является соединение философского мышления с элементами эмоционально-образного восприятия мира. Стиль философского мышления Сковороды нельзя понять, не принимая во внимание то, что в его произведениях важнейшую функцию играют эмблемы и символы, определяющие специфику его аллегоризма. На пути формулирования того или иного философского понятия у Сковороды каждый раз возникает образ, становящийся отправной точкой развития мысли. Этот прием был разработан в старых риториках, придававших важное значение примерам. Сковорода отталкивается от конкретного образа, рассказа, случая, примера, подвергая его рационалистической обработке, а отсюда делает важный шаг к жанру свободного публицистического размышления, вдохновляемого субъективным пафосом. Он не дает повествовательным элементам развиться в конкретную чувственную картину, а подчиняет их своим абстрактно-философским идеям. Этот путь мог бы быть чрезвычайно плодотворным, если бы писатель-философ сумел полностью освободиться от религиозно-мистического мировосприятия. Своими произведениями Сковорода словно стремится вернуть былую славу синтекритической форме литературы, оставшейся долгое время единственной формой идеологии. Он отказался от форм изложений, господствовавших в хорошо известных ему лекционных курсах по философии, избрав форму свободного философствования, базирующегося на органическом соединении художественного миросозерцания и рационалистического мышления. Он прибегает к широкому приобщению материалов Библии, мифов, легенд, пересказов, сказок и т.п. не от недостатка знаний, а вследствие его принадлежности к типу сознания, способного только так воспринимать и отображать действительность. Не раз заявляя, что у истины простая речь, сковорода все же в своих сочинениях отказывается от простоты, отдавая преимущество фигурным высказываниям, то есть таким, смысл которых отличен от значения слов, их составляющих. Фигуренс считает аллегорией и творчеством, делающим невидимое и вечное с помощью внешнего воплощения в слове, образе, притче ощутимым и видимым, а тем самым и поучительным средством, помогающим человеку распознавать и в самом себе вечное и надежное. Люди, обладающие даром создавать фигуры, символы и являются, по его мнению, настоящими поэтами-творцами и пророками. Этот факт, отождествление поэта с пророком, оповещающим о Боге и божьих истинах, очень характерен для мировоззрения сковороды. Сковорода обрабатывает сравнительно незначительное количество идей, стремясь осмыслить их с помощью одних и тех же образов. Философ, учение которого создавалось постепенно, с большой последовательностью, развивает свои идеи с каждым произведением, детализируя их, обращая внимание на возможные оттенки. Он охотно обращается к стилистическим вариациям своих мыслей, любит каламбур и словесную игру. Это и обусловливает важную роль в его сочинениях, своеобразных стилистических упражнений, выступающих как некий эвристический способ извлечения новых мыслей. Небезразличный к форме своих произведений, много раз возвращаясь к одним и тем же понятиям, сковорода стремится выразить их с помощью различных словесных формул. Вследствие этого создается множество синонимических, близких по своему содержанию, но отличных по форме метафорических выражений, образующих целые цепи связанного между собой текста. Последний нередко организован не только семантически, но и фонетически. В нем немалую роль играет не только логика смысловых значений, но и ритмика. Сковорода не пренебрегает выработанными риторическим искусством принципами извлечения словесных острот, которые должны не только вести читателя к истине, но и приносить ему определенное эстетическое наслаждение. Философ далеко не безучастен к словесным формам, даже в случаях далеких особенно физиологических задач. Его философские поиски не раз проявляют тенденцию превратиться в своеобразный филологический комментарий. Публицистическая страстность и эмоциональная насыщенность поражают сознание каждого, кто вчитался и включился в контекст его диалогов и монологов, независимо от того, разделяет он его пафос или нет. Конечно, это не означает игнорирование рационально-логического аспекта философского учения сковороды. Он дорогой ценой отставил свои убеждения, которые во многом гармонировали с его образом жизни, что, естественно, не могло и не наложить субъективный эмоциональный отпечаток на его произведение. Как в своеобразии переосмысливания повествовательного материала, так и в индивидуализации языковых средств у сковороды улавливается влияние личностного начала, выдвижение на первый план субъективного отношения автора к миру и к самим присредствам его отражения в сознании. Ведь в центре внимания философа стоит человек, его мировоззрение. Наряду с большинством ранних предпросветителей сковорода рассматривает самоосознание как субъект истории, возлагая все свои надежды в отношении будущего человечества не столько на материальную практику, сколько на активность духа. Его произведения убедительно показывают, что формулировать свои идеи, обосновывая их истинность, отмного внимания уделяет не только логической стороне дела, но и самой форме, способу преподнесения читателю своих мыслей. Это обусловлено основным свойством мировосприятия и творчества сковороды, желающего не только логично подвести своего читателя к тому или иному выводу, но и стремящегося навеять их читателю иным способом. Для этого одна и та же мысль развивается им как бы с разных сторон и с помощью образных аналогий и примеров включается в новые связи. При этом он действует подобно композитору, развивающему одну и ту же тему при помощи многочисленных вариаций. Философское наследие сковороды таким образом предоставляет интерес с точки зрения развития художественной литературы. Сковорода своими произведениями обогатил жанры трактата, диалога, притчи. Важной заслугой его является обращение к украинскому литературному языку 18-го столетия. В лице сковороды украинская и русская прогрессивная культура имеет оригинального мыслителя и писателя, страстная мысль которого не желала мириться с тиранией несправедливого, враждебного человеку мира. Как гуманист он отстаивает идею единства человека и природы и с этих позиций развивает идею равного права людей. На счастье и сродный труд, как условие его достижения. Пример жизни сковороды, его философское и художественное творчество влияли на сознание лучших сынов украинского и русского народов, вдохновляя их на борьбу за переустройство жизни во имя народного счастья. С ложной и противоречивой личной сковороды, его идейное наследие не раз оказывались в центре борьбы прогрессивных и реакционных направлений историко-общественной мысли. Эта борьба продолжается и поныне. Реакционные идеологи из буржуазно-националистического лагеря восхваляют наиболее слабые стороны мировоззрения мыслителя, всячески стремясь поднять исторически ограниченные его идеи до уровня бесспорных истин. Подобные попытки всегда получали отпор со стороны прогрессивных деятелей культуры, которые немало сделали, чтобы раскрыть и показать то ценное, чем богато идейное наследие сковороды, связанное со стремлениями и тчаяниями украинского и русского народов. Необычный образ жизни философского учения сковороды влияли уже на его современников, среди которых распространялись переписываемые от руки его произведения. И нельзя не согласиться с уже давно высказанной мыслью, что философская просветительская деятельность сковороды на Слобожанщине подготовила почву для открытия Харьковского университета. Сковорода еще при жизни вошел в легенду, которая крепко связывает его имя с высокими и чистыми духовными идеалами, с непокорностью власти золота и насилия, с верностью своему призванию, с гуманизмом и просветительством. И еще до того, как наследие сковороды стало предметом научного исследования, эта легенда оказывала заметное влияние на духовную жизнь украинского народа. Лучшие представители украинской прогрессивной культуры проявляли интерес и были знакомы не только с биографией, но и с произведениями сковороды и в определенной степени оказывались под влиянием его идей. В ишеренге этих почитателей философописателя необходимо назвать Катляревского, Квитку Основьяненко, Масловича, Белецкого-Носенко, Срезиновского. Особенно интересовала личность сковороды гениального Тараса Шевченко, который и в поэзии, и в повестях, и в письмах не раз пытался определить его место в истории украинской общественной мысли. Большой интерес личности сковороды вызывала у русских мыслителей. В 30-40-е годы XIX века совершается ряд публикаций произведений Григория Сковороды, и его идеи вызывают полемику на страницах русской прессы. Во второй половине XIX века, благодаря новым публикациям, интерес к сковороде возрастает вследствие, чего выступают не только новые по исследованию и мыслители, но и усвоение и переосмысление его прогрессивных идей. Сюда относятся яркое выступление в защиту сковороды Костомарова, статьи о высказывании о сковороде Потебни, Житецкого, Коцубинского, Франко и многих других украинских писателей. Больше всех пронизаны чувством историзма оценки Франко, по мнению которого сковорода является наиболее выдающимся духовным деятелем XVIII века, совершенно новым явлением в украинской культуре с точки зрения образования, широты, воззрения и глубины мыслей. Философское учение сковороды в конце XIX столетия привлекает внимание многих историков философской мысли Украины, которые в процессе изучения наследия выдающегося мыслителя ставят новые философские задачи. Это ученые Сумцов, Зеленогорский, Ефименко, Богалей и другие. Говоря о последнем, мы должны подчеркнуть, что в его многогранной деятельности историка, продолжавшегося в советское время, сковорода занимает важное место. Богалей принадлежит первой научной публикации значительной части наследия сковороды. Глубокая всесторонняя ее оценка. Написанная им книга «Украинский мадривный философ» Григорий Сковорода до сих пор остается полным самым исследованием его жизни и творчества. Сохранился ряд свидетельств о влиянии учения сковороды на инорусских писателей и мыслителей. Лев Толстой признавал, что в мировоззрении сковороды много удивительного близкого ему и находил в украинском мыслителе органическое единство учения и избранного им образа жизни. Известны также высказывания о сковороде Лескова, Горького. Чрезвычайно характерным является интерес к наследию сковороды профессионального революционера-соратника Владимира Ильича Ленина Бонд-Бруевича, который в 1912 году издал с собственными комментариями том произведений украинского философа. В послеоктябрьский период интерес к творчеству и мировоззрению сковороды не только не исчез, но и значительно возрос. Нельзя не заметить влияние идей сковороды на характер идейно-эстетического осмысления действительности Павлой Тычиной, в творчестве которого образ сковороды занимает очень видное место. Писали о сковороде Максим Рыльский, Малышка, Симоненко, русские советские поэты, Заболоцкий, Винокуров и многие другие. Тема сковороды является одной из самых любимых и у мастеров украинской советской живописи и скульптуры, в частности у Ижакевича, Трохименко, Каспиана, Яблонской, Кавалеридзе и других. Частое обращение к философскому и художественному эстетическому осмыслению биографии и идейного наследия сковороды – свидетельство того, какое значительное место в нашем сознании занимает мыслитель. Со дня рождения которого прошло вот уже 250 лет. В советской стране память Григория Сковороды увековечена еще на заре советской власти. 30 июля 1918 года Совет Народных Комиссаров принял постановление, подписанное Владимиром Ильичем Лениным, в сооружении в Москве памятников выдающимся деятелям революции, науки и культуры. И среди других выдающихся имен зарубежных и отечественных деятелей стоит имя Григория Сковороды. В одни, когда готовится предлагаемым читателям издание сочинения Сковороды, советская общественность широко отмечает 250-летие со дня рождения Григория Советского Сковороды. Отмечая этот юбилей, мы должны помнить слова Ленина, сказанные Бонбруевичу после подписания постановления Совета Народных Комиссаров. Кавычки открыты. И вот, когда придет время ставить памятник Сковороде, вы должны выступить и пояснить народу, кто был Сковорода, какое значение он имел для жизни русского и украинского народов. Разработка философского наследия, в том числе и издание настоящего собрания, сочинений, выдающегося мыслителя и художника слова, несомненно, будет способствовать выполнению ленинского указания. Идея гуманизма, за который боролся Сковорода, является звеньями, объединяющими идейное наследие мыслителя с духовными поисками нашей эпохи. Защита высоких духовных ценностей, от попрания их властью, чистоганное корыстолюбие, проповедь моральной ответственности человека и общества за свои поступки, призыв к постоянному духовному и усовершенствованию и возвеличению сродного труда, как источника истинного наслаждения и настоящего счастья, делает Сковороду близким нашему сознанию. Многие из проблем, которым посвятил свое учение мыслитель, волнуют и сегодня. Философское наследие Сковороды в этом отношении представляет собой одну из ценнейших духовных сокровищниц народа. Конец.